Шурик – молодая дворняга. О его прошлом можно только догадываться. Но видно, жил в семье. Почему хозяева решили от него избавиться, остается загадкой. Шурик пришел к нам пять дней назад. Мы его нашли привязан у дороги к нашему забору. Добрые граждане подарили даже шлейку. И таких историй десятки. Как правило, подбрасывают щенков прямо в коробках или подросших собак. Ручные, не приспособленные к жизни в сообществе себе подобных, они далеко не сразу могут поселиться с другими обитателями приюта в больших вольерах. Шурик живет с нами вместе на кухне, так называемое. Это место отдыха для сотрудников. Пока он сидит в клетке, пока проходит период вакцинации, он должен быть изолирован в других животных. У нас впереди вторая вакцина, потому что нам неизвестно ничего, были ли у него какие-то вакцинации или нет. Дальше будем работать с ним персонально, приучать к другим собакам. Клетки на кухне никогда не пустеют. Здесь находятся такие же, как и наш четвероногий герой. Пусти их в общий вольер, собратья растерзают. Вот и приходится держать отдельно. Очень просим жителей проявить какую-то сознательность, и если вы уже взяли животное и взяли на себя за него ответственность, если вы не можете держать дома собаку, относитесь с пониманием, передайте на передержку, там, где смогут заниматься индивидуально каждым. Передайте на воспитание. Есть бесплатные кинологи, мы готовы помочь, как-то информационно предоставить эти службы. Пожалуйста, не бросайте этих помощей. Сегодня в домашнем живет порядка 400 собак. Приют – значит приютить на время. А здесь многие уже считаются старожилами. Вот, к примеру, мой старый знакомый Пушкин. Я его сразу узнала, хотя и прошло три с половиной года с тех пор, как мы со съемочной группой были здесь. У приюта много друзей, которые помогают содержать такое большое количество животных. У приюта существует пожертвования, в том числе обычных граждан. У нас ведутся сборы в социальных сетях, на корма. Мы кормим как сухим кормом, у нас есть помощь от производителей, так и варим кашу. Волонтеры приезжают еще и чтобы погулять с собаками. Сегодня у пса по кличке Большой праздник души. К нему приехала гостья. Видновчанка Ольга Притчина следит за жизнью приюта. Большого выбрала по описанию на сайте. Говорит, характер понравился. Нет желания забрать? Есть. Но он такой большой, это во-первых. А во-вторых, ну нужно, чтобы он привык, а то он убежит просто-напросто. Ну смысла нет. Надо друг друга еще приручить, короче говоря. Но собак из приюта берут крайне редко. Хотя они ждут и радуются каждому человеку, посещающему это место. Но если вы любите собак, но по каким-то причинам не можете держать животное дома, найдите себе четвероногих друзей здесь, в приюте. Они вам будут благодарны искренне. По-собачьи. Татьяна Брылова, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ.